Пятая годовщина Минских соглашений Заткнуть Украину Пятая годовщина Минских соглашений Заткнуть Украину 8 часов 19 февраля 2020 года РИА Новости Алексей Дружинин Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске 11 февраля 2015 года РИА Новости Алексей Дружинин Ирина Алкснес Все материалы Полуубили Минских соглашений все стороны отметили в полном соответствии со сложившимися за пять лет традициями Украина полна наполеоновских планов Запад растерянно мечется, не понимая, как выбраться из тупика, который сам и организовал Россия сохраняет безмятежность, за которой, однако, прозрачно читается ядовитое, а мы предупреждали При желании в последних шагах Москвы можно усмотреть некоторое ужесточение позиций с привычным указанием на то, что именно по вине Кева достигнутые договоренности по-прежнему не выполнены По просьбе России вчера состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное этой проблеме Однако даже более показателен прямой вопрос Владимира Путина в недавнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Намерена ли Украина исполнять взятые на себя обязательства Но с таким же успехом все можно объяснить желанием Москвы поумерить очередную волну суеты Кева вокруг нормандского формата Только за последние дни там были озвучены А. Новый вариант разведения сил Б. Необходимость создания рабочей группы по возврату контроля над границей В. Идея о совместном украинско-российском патрулировании в Донбассе Вчера. 15.3 Глава ЛНР ответил на заявление Киева о попытке наступления ополченцев Одновременно Киев пытается использовать любой шанс, чтобы переиграть обстоятельства в свою пользу Есть зафиксированные на бумаге минские договоренности, которые украинские власти не хотят, а местами, судя по всему, просто не могут, выполнить В результате на протяжении пяти лет они озвучивают разнообразные инициативы, призванные либо заменить согласованные пункты, либо дополнить их, сделав собственное положение более выигрышенным При этом киевское жильничество носит настолько незатейливый и очевидный для всех заинтересованных сторон характер на уровне нигерийских писем счастья или тех же вокзальных наперсточников, что кажется просто неловким прибегать к подобному уровню мухлежа Но украинский истеблишмент и тут ничего не смущает Запад же явно пребывает в ступоре от сложившейся ситуации И скандал вокруг доклада «12 шагов к миру» в Донбассе на Мюнхенской конференции по безопасности очередное тому подтверждение Вчера, 12.48 в Кремле прокомментировали обострение обстановки в Донбассе, однако на доклад обрушились с жесткой критикой и представители Украины, и США Тут особо отличился влиятельный аналитический центр Atlantic Council и Донбасские республики Кто-то разглядел в нем руку Кремля, для других это очередная пусто-порожняя бумажка, коих за последние годы исписаны тонны В результате документ сначала удалили с сайта конференции, а спустя несколько дней вернули В этих метаниях, не очень приличных для столь солидного форума, как Мюнхенская конференция, отражается безнадежность украинской проблемы, которую Запад организовал собственными руками А она действительно безнадежная Периодически в разных концах света на достаточно высоком экспертном уровне высказываются мнения, что еще немного и у России, Европы или США, или у всех вместе, кончится терпение и по отношению к Украине применят радикальные меры, которые так или иначе разрубят нынешний Гордеев узел Соответствующие прогнозы выглядят крайне сомнительными по той причине, что подобные меры потребуют главного взять Украину к себе на баланс Желающих и готовых к этому просто нет Запад потратил несколько лет в надежде взвалить Бремя на Россию, но некоторое время назад наконец осознал бесплодность своих усилий Рассчитывать же, что Запад возьмет нашу на себя, тем более наивно Вчера, 14.24 сказано в эфире по-другому не получится Экс-депутат Рады об обострении в Донбассе Владимир Зеленский созвал заседание СНБО Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе В эфире радио Спортник Экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров предположил, что может последовать за этим Именно поэтому, в силу невозможности принципиального выхода из тупика, немаловажной задачей становится сделать пребывание в нем по возможности комфортным В первую очередь это касается прикручивания громкости Киеву, которому пустая шумиха обеспечивает максимальное количество бонусов и удовольствия, зато окружающим головную боль и бесполезную трату времени И судя по всему, в данном вопросе позиция Запада полностью совпадает с российской Продолжение следует...